Мы помогали, помогаем и будем помогать всем тем, кто пострадал во время событий в Женовзене. Мы постоянно с ним встречаемся, знаем их ситуацию. В этом году, летом, когда я с ними встретился, мы договорились, что создадим специальный благотворительный фонд. Они его сами создали. В попечительский совет вошли представители пострадавших, ну и другие наши авторитетные, ахсакалы. И в этот фонд наши бизнесмены, предприятия и рядовые граждане вносят деньги. И за счет этого фонда мы сегодня точечно помогаем тем, кто пострадал во время этих событий. Например, Абдешев Амажол, который остался один с четырьмя детьми и жил в общежитии, у него не было жилья. Мы в поселке Рахат возле Женовзеня выделили землю, а люди методом Асара построили ему дом. Последний раз, когда я был там, мы заходили в этот дом. И было очень приятно, когда он с семьей там находился, его родственники. Практически весь поселок туда пришел. Это вот как раз Асар, это единение, это помощь друг другу, помощь тем, кто нуждается. Вот как раз таки яркий пример. Последний раз, когда я был в Женовзене, значит, уже после того, как этот фонд начал работать, значит, они мне показали, вот мы купили две квартиры двум женщинам, которые, значит, остались без кормильцев. Вот, значит, этому человеку мы закрыли там кредит какой-то. И я участвовал вот на этом заседании попечистического совета, в котором мы обсуждали, как дальше мы будем им помогать. Значит, этот попечистический совет работает, я думаю, он будет работать справедливо. В этом попечистическом совете находятся очень уважаемые люди. Мы никогда не оставим их, будем помогать всегда. И семьям погибших, и раненым, которые нуждаются в лечении. Понятно, что всех охватить сразу невозможно, но тем людям, которые остро нуждаются, мы будем обязательно помогать. Эту работу я сам держу под контролем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова